Девушки живут в Кострому Девушки живут в Костроме Девушки живут в Костроме Девушки живут в Костроме Девушки живут в Костроме гвардия пьер-ришар есть олан де лон есть в наших в наших кинцах появляется вот и депардье тоже просто на мой личный взгляд после такой беспардонный засвеченности в рекламе естественно ценность депардье даже как ностальгического персонажа из какого-то мы в моей юности она конечно затирается очень сильно вот это очень странно мне слышать от режиссера кончаловского которую я помню на рекламных билбордах да я про вас говорю нет и ваш папа тоже рекламировал пищевые добавки я совершенно согласен и вы рекламировали главные роли правда вот и это во первых во вторых мне плевать захочет кто-нибудь меня снимать или мне тоже плевать захочу я снимать или нет дело не в этом дело в том что я все-таки режиссер я это актерская история там есть режиссер который вообще если актер появляется в рекламном ролике все до свидания больше никогда я не буду тебя снимать это конечно ту матч немножко но поверьте мне то что касается жерара депардье вот что не билборд в азии тоже рар ну и почему вот надо будет поискать в интернете нет в этом нет ничего плохого в казахстане очень любят здесь вам здесь вопрос не внух хорошо где его не любят кроме как в пределах бульварного кольца мне казалось что депардье такой любимец всего мира да он и мой любимец я его тоже очень люблю и я знаю что вы его не стали не стали бы снимать как это не мешает мне его любить любить его терапии любить как часть моей в моей юности любить как прекрасного актера когда меня еще интересовали французские фильмы там условно бы ну там и так далее как часть моего прошлого и вашего мы же ходили на это кино но сегодня на мой личный взгляд он испортил себе именно в восточной европе даже не в восточной европе а в высшем советском союзе в снг на мой взгляд он себе малину малину папа это сама потоптал очень сильно это точки зрения кино но ему не нужно это кино ему нужно ему бы лучше приехать на один вечер сняться на билборд и уехать чем оставаться за те же деньги на на неделю вы не считаете его творческим человеком это вы считаете вот человеком денег то есть человек который работает и живет ради мамоны ради вот заработков но я не знаю нет я не считаю но вообще он сам об этом по-моему очень недвусмысленно так сказать заявляет переезжая в бельгию из франции не желая там расставаться с деньгами собственно говоря правда ну а вы считаете что он не прав по большому счету когда государство отнимает три четверки несворованных а честно заработанных денег давайте не путать две вещи я считаю что он прав но это не делает его человеком меньше любящим деньги меньше чем он их любит правда ведь он кто такой очень депардер чтобы мы про него так много говорили в день рождения кончаловского не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва двадцать четыре депардер известен как бизнесмен вы тоже бизнесмен или занятие вином это так в общем такое французское хобби нет он совсем не бизнесмен он обожает заниматься виноделием он производит вино он создает его а всей коммерческой частью занимается его сестра а он занимается именно созданием вина неполиткорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 и сколько у вас точек парижа или кто кроме парижа есть еще во франции я не только по лет предложение было массой естественно с лазурного берега я его перебью я знаю что же ради парня делал вам предложение да 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 где-то это было немножко не больше чем полгода назад он мне позвонил он потрясающий кончат мы с ним неоднократно пересекались и в кафе пушкин и в шинке он бывал везде и он перезвонил сказал слушай привет как дела я говорю хорошо так затравлено говорю я это кто это джерар и тут я просто уже догадался по интонациям что это он позвонил мне так как будто мы с ним не разговаривали ну максимум неделю вот этот старик надо встречаться срочно во первых я тебе покажу мой новый дворец он действительно сделал очень интересную дворцом это никак не назовешь хотя это находится в старинном особняке улица шершмиди очень романтическое место и я в общем я бросил все тоже приехал потому что этому напору энергии ядерному выхлопу ему отказать невозможно вообще раздавит вот я тоже приехал мы провели практически день он мне показывал выпивали на жераром нет 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 потому что если начать выпивать это никогда хорошо не заканчивается он не обузданный совершенно человек в этом плане вот и он мне показывал то что он сделал в области декорации он действительно декорировал 2 он делал он сам это делает так же как он выводит ардела не за процесс он человек действительно ну он производит впечатление абсолютного такого полусумасшедшего буйвола и эта энергетика она тебя захватывает потому что но он ни секунды вот это вот громадная масса постоянно перемещается постоянно жестикулирует бешеные глаза на выкате сто слов в минуту и так в общем тебя уносит когда ты его слышишь он гипнотизер достаточной степени и он очень долго рассказывал о дизайне и я понял что человек очень хорошо мне разбирается и он действительно блестящий организатор и все его тысячи проектов из которых наверно 900 рухнуло но что-то случилось и в самых различных областях рестораны которые накрывал париже они работали какое бы о чем-то договорились но я ему сам сказал я говорю старик все что мне рассказываешь не очень интересно но вот если мы с тобой однажды сделаем ресторан в париже русско-французской дружбы вот это будет интересно это будет интересно и для французов и для русских потому что показать уже на вот уровне тонкой гастрономии где пересеклась русская кухня что было внедрено во франции русской кухни что было внедрено в россии с французской кухни и вот показать все эти тонкие связки просто поставить двух супер шефа одного супер шефа русского другого француза не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 крым воссоединение с крымом было мечтой воссоединение когда об этом зашла речь была мечта потому что опять очень много жизни связано там кстати должен был быть кинотавр в крыму да изначально да ялте ялте опять же какие-то бандитских каких-то разборок я помню когда-то рассказывали да бандиты меня пригласили к себе в гости в горах да в горы бассейн голые девочки я через пять минут попросился обратно на что главный бандит сидя в бане смотрел на меня пять минут и думал зарезать меня или отпустить что я чувствительно вот сейчас вспоминаю я был в пяти минутах от гибели что на него повлияло почему вдруг сказал своему отвезите сказал он и практически спас мишусь потому что это было как вот итальянский вот эти классические итальянский детектив мафиози ворота в автоматы ворота разъезжаются бассейн с голубой водой вокруг то есть это такое сделан подарок сочи да я слышал не знаю правда это или нет что вы планируете что-то делать теперь уже в крыму какой-то фестиваль да мы нет мы еще пока не планируем мы ну во первых я очень увлекаюсь теннисом потому что у меня внуки играет теннис и в крыму сейчас делают теннисные школы там и так далее мы туда с этой точки зрения еще хотим полететь но когда построили эту олимпийскую деревню в сочи конечно у сочи закружилась голова теперь тоже такие фестиваль кинотар вообще обозначил сочи на мировой карте я потому что а сочи вспоминали так примерно сочи а это там где депардия даже разбил унитаз головой с этого начался сочи будем так говорит шутку но принципе бывший мэр города воронков на перед смертью сказал мне что они даже не знают что ты для них сделал умирали это для меня высшая похвала по отношению к тому что это сделать сочи но мы сейчас планируем мы по-прежнему там мы делаем фестиваль кинотаврик у нас меняются президенты да вот это тот сюрприз к собственно сказал я хотел чтобы вы озвучили в программе я говорю что в этом году президентом фестиваля должна стать одна из первых русских красавиц свое время наделавшего много шума тем что отказалась от корония от короны да это оксана федорова она имеет свой фонд и мы сумели по моему ее заинтересовать тем что этот фонд и наш организация которая делает все только на тарик смогут принести друг другу пользу и поэтому вот в сентябре будет пресс-конференции она выйдет впервые в роли президентши будем говорить фестиваля кинотаврик а фестиваль кинотаврик уже 15 как ни странно не самый старейший в стране и и сам и единственный фестиваль в сторону которого министерство культуры и не видит и не смотрит даже нету как будто такой фестиваль хотя это единственный фестиваль если не придумывать фестиваль в артеке где дети сами приезжают отдыхать а мы привозим человек пятьсотов хорошие может перебазироваться в артек вам с кинотаврик это такой сладкий пирог вам никто не отдаст когда дают такие деньги которые не то что здесь нам вообще никак вы знаете как когда-то я начинал кинотавр без копейки государственных денег так уже восемь лет никто не дает ни копейки на старейший фестиваль сочи на старейший не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 а правда ли что вашим первым продюсером был жерар де партия он был не продюсером он финансово помог выходу только первого сингла то есть он был вашим спонсором не спонсором но он платил за первый сингл франсуа это друг семьи де партия пришел в кабаре где мы выступали он представил меня жерару де партия де партия всегда любил заниматься новыми вещами в жизни открывать рестораны и тому подобное и он сказал о я хочу помочь этой девочке петь он дал денег на запись первого сингла но это и все почему это было неуспешно да первый сингл был не успешным это был 1985 год но просто он сделал то что хотел не полит корректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 ну а что еще можно театру пожелать кроме зрителей я не понимаю это же это же показатель в общем тогда 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 я вот думаю есть зритель значит есть всех есть статуэток этих самых призов маской вот мы не избалованы но тем не менее когда вот сегодня кстати в театре вывесили что наш театр за спектакль дороги которые нас выбирают это такой действительно наш чистый российский мюзикл это андрюша семенов и значит написал это по генри они сделали так ли им помогал вот и мы получили на фестивале премию называется гвоздь сезона и прямо даже моим ироничным отношение ко всему делу висит в театре создатели участник спектакля поздравляют с премией гвоздь сезон думаешь а какая вообще из премии на диалоге актерская да из премии наград ваших была самая неожиданная вот для вас или или вы напротив как-то думали что ну да наконец-то получил я там народного или там все это вот это у нас вот эти народные и заслуженные это же уникальные в мировом масштабе вообще страна уникальна в этом плане тоже даже сейчас у нас новый гражданин этот какой-то партия да он мог сейчас стать заслуженным артистом где был бурят и историю предложили работу где-то предложили артист бурятской ссср а я бы обратно во франции уже не пустили просто из-за этого звания то есть вы неодобрительно тоже к нему относится к нему нет почему замечательный мощный мужик ну просто понимаешь когда кругом такое количество гениальных русских актеров да вот так все время какие с вашей точки зрения недооценены гениальные русские актеры ну кроме кроме вот я ты понимаешь что я ведь не знаю их фамилий но моя в смысле цыганской нашей профессии мы же мотаемся и попадаешь каком-нибудь таганроге брянске или где-то до случайно в театр и видишь пожилых актеров например да язык заглядывай чтобы другое дело система вынимания оттуда и перенесения суда и тут дико были случаи прецедентов очень много людей которые настолько там приживаются что в этой в нашем мегаполисе в этой страшной варильне в котле не приживаются не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 моему двойному соотечественнику жерар депардью повезло можно сказать он получил гражданство за ну почти за сутки скажем но другие соотечественники есть во многих странах которые любят россию которые говорят по-русски болеют за россию но им приходится иногда ждать много лет перед тем как получить ответ а иногда даже они его не получают вы говорили на в декабре перед федеральным собранием что будет упрощение это самое но просьбы рассмотрение этого мы все обрадовались конечно но на какой это теперь стадии что касается господня депардье то ему гражданство предоставлено в особом порядке в соответствии с действующей конституции имея ввиду его заслуги перед российской культурой а он у нас и очень известный человек и не только потому что он мастер эпатажа но и он известен и у нас и в мире как выдающийся артист и вот совсем недавно он снялся этот фильм скоро пойдет на экраны распутин по-моему называется где он играет одну из главных ролей и это такая работа которая имеет имеет отношение к всему российскому кинематографу к российской культуре в целом поэтому я считаю что такое решение обосновано кстати говоря такие обращения носят не единичный характер сейчас не буду говорить о том кто и как во всяком случае со мной обсуждал эти вопросы но люди не хотят чтобы это приобретало какой-то скандальный характер что касается жерара то он человек импульсивный я уже об этом говорил он такое желание сформулировал свое без всяких но то консультации это не какой-то там на кремлевский проект но когда человек об этом сказал публично на весь мир но что мы должны были сделать сказать нет мы не будем это почему с какой стать это но это просто смешно понимаете да конечно мы с удовольствием дали ему паспорт и даже поблагодарили его за это что касается наших соотечественников то я считаю что для них действительно должен быть определен упрощенный порядок также как и для всех людей с постсоветского пространства минимум как стопсоветского пространства которые находятся в в репродуктивном возрасте имеют хорошее здоровье хорошее образование и могут легко быть адаптированы нашей культурной средой нам нужны такие люди во многих странах мира но канада хороший тому пример по всему миру ищут таких людей министерство иностранных дел имеет квоту и задания даже на то чтобы привлекать таких людей в канаду но почему мы то должны от этого отказываться но все это должно идти на благо самой россии и на благо ее жителей а